Друзья, приветствую всех! Сегодня немножко прокатился и забарахлил у меня датчик давления масла. О нем сегодня и поговорим. Как многие владельцы гепардов знают, что этот датчик постоянно компостирует. Мозги бывают, но в этом нет ничего страшного. Например, даже когда вы в воду заезжаете в лужу, погружаетесь глубоко, он начинает загораться, потом какое-то время погорит и просохнет. И перестает гореть на приборной панели, лампа. А иногда бывает так, что он вовсе выйдет из строя и начинает гореть постоянно. И надо его менять. Вот у меня случилась такая ситуация. Смотрите, всегда, когда бы я не включал там, когда вы только включаете зажигание, он будет гореть. Но когда вы заводите, он должен пропадать. Он должен пропадать и не гореть. Только тогда, когда у вас какие-то проблемы, он должен загораться. Но чаще всего проблем никаких нет. Это из строя выходит сам датчик давление масла. И первым делом нужно его заменить. Первым делом, что вы должны сделать. Дальше, после того, как вы его заменили, уже надо смотреть. Если проблема не пропала, надо двигаться дальше. Но в 90% случаев все проблемы решаются заменой датчика. Для того, чтобы нам заменить датчик, это очень легко. Для этого нам понадобится сам датчик. Сейчас я вам покажу на экране, какие можно купить датчики давления масла. Дело в том, что оригинальный датчик давления масла у официалов стоит 1800 рублей. Я вам сейчас продемонстрирую на картинке. Вы запишите коды и сможете купить такие датчики давления масла за 300 рублей. Вот два из них, которые бы я рекомендовал. Смотрим, пожалуйста, на экран. Вот я вам показал, какие датчики можно купить. Стоимость от 200 до 300 до 400 рублей. Смело покупайте. Это датчик давления масла Toyota. Я бы рекомендовал Bosch. Он мне больше нравится. Ставим его. Сейчас будем менять. Для этого открутим вот эту крышку. Раз, два, три, четыре болта. И поменяем с вами датчик давления масла. Так, открутили четыре болтика. Скидываем вот эту крышку и видим датчик давления масла. Вот он. Вот он вот здесь находится. Скидываем с него проводочек. И у нас получается к нему доступ. Аккуратненько берем на 24 или на 22. Сейчас посмотрим. И откручиваем его аккуратненько оттуда. Так, ну головка у нас на 24 здесь. Берем и выкручиваем его оттуда. Аккуратненько. Масло сливать не нужно. Выкручиваем датчик. Вот так вот. Сейчас я вам покажу. Вот так вот он выглядит. Потекло немножко маслица оттуда. Ну, потому что он у меня работал. Так. В общем, вот так вот выглядит датчик давления масла. Откладываем его в сторону и будем вставлять новый. Вот наш новый датчик Bosch от Toyota. Аккуратно вкручиваем его. Тут сейчас очень важный момент будет. Вкручиваем его без усилия. Сейчас я объясню, как и почему. Вот мы затянули, как пошло рукой. Все, рукой мы дотянули. И буквально чуть-чуть, чуть-чуть, с небольшим усилием еще подтягиваем головкой. Сейчас вот ключом. Чуть-чуть прямо. Очень осторожно. Все, закрутили. Вытираем маслице. Почему я говорю чуть-чуть осторожно крутить? Потому что резьба там конусом идет. И бывало много случаев, когда люди срывают просто резьбу, да, перетягивают. И лопается вот здесь вот, здесь очень мягкий металл. Лопается вот эта часть, в которой он закручивается. И все, потом уже начинается геморрой. Варить альгоном, менять там эту часть, там, короче, половинку двигателя. Короче, не тяните вообще. Делайте все максимально аккуратно. Все, друзья, вот мы решили проблему с датчиком. Если это помогло вам, все, давление пропало, там, не горит уже масленка у вас на приборке. Значит, проблема решена. Если проблема не решена, то надо смотреть дальше, разбираться. В чем там проблема, уже искать, смотреть дальше. Но в 90% случаев, повторюсь, этот датчик давления масла не работает. Выходит из строя.